Знаете, друзья, в наше время весь этот YouTube, создание видео и контента весьма популярная тема. И очень хорошо, когда есть удобные и полезные инструменты, и в частности моды для создания и работы с этим всем контентом. И значит, друзья, я вас всех приветствую, меня по-прежнему зовут Эндын Дуна, и сегодня я перед вами вот такой вот нарядный и красивый. А вы спросите все почему? А все потому, что вы, наши дорогие подписчики, доброжелательно взяли и перерисовали мой скин Дэн Дэны в разных исполнениях. И однако получилось довольно здорово, большое вам спасибо. И сегодня в данном видеоролике я вам расскажу об обалденном моде под названием Replay Mod, который действительно нам дает обалденные инструменты для работы и создания классного качественного контента по Майнкрафту. Если подумать, то под названием мода можно понять, что это повтор игры, то есть повтор мод. Если рассказывать о данном моде, то при его использовании у нас появляется возможность не только записывать свой экран, вот как обычно записывают ютуберы, но и записывать нашу игру, наш мир в фоне. И после выхода из этого мира мы сможем его просмотреть, то есть не только просмотреть, но и побывать в нем. Побывать в любом месте, точнее в чанке, где мы находились, и записать все это с разных ракурсов. То есть подобное используют в таймлапсах и подобных видео пролетках или чем-то подобном. То есть это действительно очень классная и очень удобная вещь, которая может пригодиться многим. И значит специально для этого мода я сделаю два видео. В первом видео я расскажу о том, как установить этот мод на любую версию, включая версию 1.16.5 Forge, с которой у меня лично возникли проблемы. И во второй части видео я расскажу о том, как можно этим модом пользоваться, и как можно делать все эти классные пролетки. В общем, я буду благодарен вашим лайкам и подписке на канал, и давайте же приступим. Скажите мне, пожалуйста, часто ли вы при выживании в Майнкрафте находите что-то невероятно красивое или же редкое? Какие-то невероятные седы, генерации, структуры, или просто обалдеть какие красивые виды? Ведь было, было такое. И друзья, я нашел отличную возможность, как можно всем этим поделиться и даже стать очень популярным. К примеру, вот я столкнулся с просто невероятной генерацией, когда в одном месте появилось две песчаных крепости, да еще деревня. Как это вообще возможно? Или же вот в выживании мы построили чертову кубачевскую стену. И что же нам нужно сделать, чтобы всему этому добру просто не пропадать? Мы все это скриншотим. И переходим в описание под видео, где находим ссылку на ВК-сообщество Glowstone. Там мы обязательно подписываемся на группу и можем предлагать любые посты от себя. То бишь, те же самые картинки наших построек, либо же генераций, либо же истории наших выживаний. Все, что вам придет в голову. Я еще раз напомню, что ссылка будет в описании под видео. Будем рады видеть вас и ваши посты. Я надеюсь, что вы примерно поняли, что из себя представляет реплей-мод и с чем его едят. Но если же все же нет, то милости прошу во второе видео. Там я вам все объясню. Итак, что касается установки реплей-мода. В принципе, если подумать, то реплей-мод ничем не отличается от других модов. И то есть он будет также устанавливаться, как и другие моды. Но если же вдруг вы не знаете, как устанавливать моды на Майнкрафт, то милости прошу к нашим видеороликам. У нас есть как про фордж, так и про фабрик. Да, ребята, обалденные интеграции, я извиняюсь. Но если серьезно, то чтобы у вас точно не возникало вопросов, то лучше всего с ними ознакомиться. И если говорить коротко об установке реплей-мода, то вам всего лишь необходимо зайти на официальный сайт издателя реплей-мода, там найти вашу игровую версию и скачать необходимый файл. Потом перейти в корневую папку Майнкрафта, открыть папку mods и туда его закинуть. И, естественно, заходить в Майнкрафт именно по той же игровой версии, именно фордж или фабрик. И вуаля, у вас все будет работать. Но не тут-то было, знаете ли. Обратите внимание, или вы уже обратили внимание, на то, что на официальном сайте реплей-мода и даже на том же сайте курс-форджа отсутствуют версии фордж для версии игровых Майнкрафта выше, чем 1.12.2. То есть выше у нас идет только фабрик. И это как бы, ну, не то. Да, конечно, это проблема, но вполне решаемая. Но правда только для версии 1.16.5. Кстати, эта версия довольно офигенная, ведь в нее включается просто куча контента. И, кстати, ее уже многие облюбовали. Я вот сам недавно решил собрать нашу невероятную приключенческую сборку и столкнулся с данной проблемой, что нету версии фордж, а только фабрик. И вы спросите, как же так? Но это только официально. В общем, я немного поискал и нашел отличное решение. И за это мы можем сказать спасибо одному японскому энтузиасту. Ну и, конечно же, мне. Ведь японского энтузиаста уже поблагодарили. А если серьезно, то благодаря ему появилась отдельная версия фордж для игровой версии 1.16.5. Ссылка, откуда можно скачать мод, будет в описании под видео. Если что, процесс установки этого мода ничем не отличается от обычного. Также берете и закидываете в папку mods, и у вас все работает на версии 1.16.5. И еще последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что я еще больше для вас постарался и перевел все сообщения в этом моде. Так как мод является поделкой японского автора, то там все символы только английские. Ну, спасибо, что не японские. И, значит, специально для вас в описании. Под видео я оставлю ссылку на скачивание русско-язычного файла. Вы его скачиваете, потом открываете файл мода с помощью винрара и закидываете его в эту папку. Следите за всем, что я показываю на экране. И все. Если у вас в Майнкрафте русский язык, то там все будет написано на русском языке. Так что с вас лайк и большое мне спасибо. Ну, а пока на этом все. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Делайте качественный контент по Майнкрафту, а у микрофона был НДН. Буду рад вашим лайкам и подписке. И всем удачи и пока.